Вот наши милые женщины решили все сразу и захотелось им согреть женщину, жизненный подвиг которой не удостоен никакими наградами. Я говорю о жене Прокофьеве Васильевича Нектова, Евдокии Матвеевне. Но мне хочется все-таки несколько слов сказать вам об этой женщине. В 42-м году проводила Евдокия своего мужа на фронт и стала ждать, как все. Прошло 9 месяцев от мужа ни весточки, ни слова. И вот однажды в казанку пришел треугольник, написанный почерком Нектова. Как же просила Евдокия почтальону Машу отдать ей этот треугольник, хотя он был адресован не жене, а дяде. Как умоляла ее, я, говорит, только раскрою, узнаю, что с ним, и снова закрою. И Маша не удержалась, отдала. А Прокофьев писал, что остался без ног. И тут же в госпиталь отправила Евдокия ответ. И вот этот ответ я не могу вам не прочитать. Как всегда ждала тебя с поля, так и сейчас буду ждать. Подживут твои раны, возвращайся домой. Была бы голова цела, а ноги будут мои. Говорят, что листок из школьной тетрадки, тот ответ Евдокии передавался из палаты в палату. Один солдат переложил на песню ответ Евдокии Матвеевны. В феврале 44-го года пришла в Казанку вещь, что везут Прокофья домой. Евдокия, не задумываясь, запрягла лошадь и навстречу. Но погода выдалась плохая, вьюжная, до города 100 километров, и разминулись они. Пришла в село, в хате темно, а у дядиной хаты народ толпит. Прокофьев сидел в избе и играл на гармошке. Увидел Евдокию, замолчал. Она просто тихо подошла к нему и сказала, «А я тебе, Проня, новую гармошку купила. Пойдем домой». 53 года делили они одну судьбу на двоих. Дорогая Евдокия Матвеевна, примите, пожалуйста, подарок от мастериц-пуховниц. Вот так, треугольничком. И пусть не только этот платок, но и руки этих замечательных женщин согреют вас в зимние студенные дни. Аплодисменты. Большинство. Аплодисменты. Важно. Аплодисменты. Зимний колосья клонит летний ветер. Земля моя родная, ей нет конца и края, Одна такая есть на свете. Она давала силы, когда нам трудно было, Она звала сынов на бой. Все в жизни может статься, но родиною спаться Всегда лишь ей одной. Всегда лишь ей одной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну а как можно, например, в селе обойтись без веселых сельских праздников? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, знаете, вы так нас же интересовали! Вот вы все время говорите, Кузьминична, да Михайлович, а вы познакомьте уж нас с людьми, как-то положено, по имени, отчеству, да по фамилии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, пожалуйста, запоминайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, спасибо, гости, дорогие. А сейчас уж я немножечко побеседую. Только не уходите никуда. И с Кузьминичной, и с Михалычем. Мэри Кузьминичной, а правда говорят, что вы уж больно любите наряжаться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот молодые люди любят наряжаться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как, неактивно хожу, организовываю. Думаю, надо подобрать такого, который, чтобы он показал, как вот сейчас хорошо, так меня аж радует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нравится? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот народу так же, немножко поменьше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А когда вот вы придумали самый первый карнавал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже не могу сказать, но это уже 17 лет провожу карнавала. Вместе с племянником. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мне рассказывали, что когда на первых карнавалах поехали в Телеги, тут, значит, керосинка стояла, вы, значит, блины на ней жарили и раздавали всем. И угощения разные были. И что, вот угощения-то это лично ваши были? Сначала личные наши были, прям мои. А потом уже колхоз затянулся, затянулся. Сейчас я хоть от блинов-то встала. Поверила. Не пешу, не пешу от блинов. А вот вы скажите честно, вот вы там сели, вот получили приглашение. Вы вот думали ли, что сейчас вот так вот красиво о вас расскажут? Да, я не думала, а думала, что а ну-ка так не выйдет, как у нас. У нас вроде хорошо, а тут еще лучше вроде, народу больше. Ну, спасибо вам большое, спасибо. Сергей Михайлович, скажите, а долго вот вам приходится делать маски эти? Ну, обычно к Новому году готовишься. Так-то ведь недолго-то все есть, но за неделю можно. Ну, у вас уже, вы тоже руку набили на этой неделе, наверное. Но дело тут не во времени. Ведь сделать маски это одно, а их придумать-то. Придумать-то, вы посмотрите на эти маски, ведь это маски все из Архангеловки. Это все ваши маски, не откажетесь. Но я знаю, что у вас на придумку это времени-то совсем не остается. Потому что вы работаете механизатором летом, потом и стопняком зимой. Но я знаю, что у вас есть еще одно хобби. Вот мне сказали, что Сергей Михайлович никогда не выходит из дома, куда бы он ни уезжал. Далеко ли близко, без своего фотоаппарата. Аппарат принесите, пожалуйста. Вы его туда сдали, к нам, да? Ой, что же это за аппарат-то, а? А это что за аппарат-то? Я же еще такого никогда не видала. Емельбрут название. А тут еще... Емельбрук? Емельбрут. Емельбрут. А здесь вот... Екатеринодар с твердым знаком. Можете себе представить, сколько лет этому фотоаппарату? Но главное, снимать-то он может? Да. Вот-вот, догадался. Вот настоящий фотограф. Подальше отойдите, чтобы мы все-все вошли в кадр. Пожалуйста, Мария Кузьминична. Ну, давайте. Так, иди сюда ко мне. Вот так. Ну, а потом очень хочется, чтобы вы, Сергей Михайлович, были-то. У вас жена заместитель, говорят. Вы взяли ее с собой? Да, да. А, попросите жену. Пожалуйста. А, Сергей Михайлович, вы к нам уж идите. Ну, пожалуйста. Ну, смотрите, жена, не подведите нас. Так. Все. Подождите одну секундочку. С вами хотят сфотографироваться. И вот сделаем второй. Пожалуйста, проходите. А, Сергей Михайлович, вы, конечно, извините. Ну, Мария Кузьминична всегда мечтала приобрести ослика. И однажды она пришла ко мне в кабинет, приносит 200 рублей денег и говорит, вот тебе задание, купи мне ослика. Мы, конечно, деньги не взяли. Но мечту ее, просьбу учли. Мария Кузьминична, вам нравится, как ослик? Смотрите, какой он красивый-то. Все, ваш ослик, Мария Кузьминична. А как же? Давайте. Давайте, давайте. Сейчас мы еще заграфируемся. Конечно, очень хотелось бы вместе с Осликом сфотографироваться. Вот на первом плане, вот она у нас и будет стоять. Ну, молодец. Ну, теперь давайте сфотографироваться. Вы уж прямо рядом со своим подарком. Вот так. А вы с другого бока. Вот так. Вот. Ну, как, все сфотографировались? Ну, что же, спасибо вам большое за ваш энтузиазм, за прекрасное дело. Здоровья вам. И, пожалуйста, не прекращайте ваши карнавалы и горячие блины, потому что что может быть лучше, чем делать людям радость. Спасибо вам большое. И вам всем большое-большое спасибо. Вот мы уже говорили о русских пословицах, связанных с хлебом. Вот не хлебом единым жив человек, как мы сейчас сказали и убедились в этом. Действительно не хлебом единым, то, что вы видели сейчас на сцене. И очень много пословиц и поговорок у нас на нашей русской земле связано с хлебом. Может быть, давайте вместе вспомним? Я чего-то вспомню, вы чего-то вспомните. Давайте попробуем. Итак, я начинаю. Свой кусок хлеба в доме достаток. Дальше. Так. Не красная из бабы с углами, а красная с рогами. Правильно. Черный хлебушка калачу дедушка. Хлеб всему голова. Хорошо, спасибо. Хлеб в пути не тягость. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 И хочу пожелать вам от всей души доброго здоровья, теплых безоблачных дней и большого доброго хлеба. А сейчас вы услышите песню. Это песня Алексея Федоровича Цибизова и Геннадия Федоровича Коняхина. Песня называется «Заветная» и исполняется она сегодня впервые. Песня 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 «Заветная» и исполняется она сегодня впервые. Удивлятся музыке полей, Удивляют свету и мурану, Равноджерку, молчу и дарю. Сколько больше в жизни в теле станут, Воспевать за дружбу в моем краю. Пусть немалый я прошел, что я вам, И не надо всем благодарю, Только буду жить и перестану, Возвращаться в молодость твою. Помню путь и гребот крылами, Несколько любви в вас, Какую пасть. Сколько буду жить и перестану, Добрым людям песни посвящать. Посвящать. Добрым людям песни посвящать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok